И в завершении выпуска в культурно-досуговом центре «Союз» в Малаховке прошел вечер памяти поэта Николая Рубцова в горнице «Моей Светло». Организаторы приготовили насыщенную программу. Это чтение стихов и исполнение песен, а также просмотр уникальных видеоматериалов. «Я буду то, как она пила себе, лужи туда и лоб поставлю». Этой песне уже больше 30 лет, а между тем ее слова были написаны куда раньше, целых 58 лет назад Николаем Рубцовым. Говорят, стих о несчастной любви букет он набросал на коленки буквально за 15 минут. Однако это не помешало ему стать одним из самых популярных в творчестве поэта. Этот вечер в культурно-досуговом центре «Союз» в Малаховке посвятили Николаю Рубцову и его творчеству. На сцене и в зале его поклонники и почитатели. Некоторые из присутствующих даже знали поэта лично. Константин Васильевич Болозев познакомился с Николаем Рубцовым во время спартакиады народов РСФСР в далеком 67-м. Но до сих пор хранит впечатление от той встречи. Человек оказался очень-очень правдивым, очень дальновидным, очень улыбкой с хорошей. Сначала было замкнутость, и когда, соответственно, мы немножко подняли тост, и тогда он уже раскрылся, еще стал. И самое главное, вот я сейчас на сцене буду читать, что он почитал нам. «Трещат крещенские морозы, идет народ, все глубже снег, все величавее березы, все ближе к месту человек». «Я умру в крещенские морозы», – писал Николай Рубцов. Слова оказались пророческими. Поэта не стало 19 января 1971 года, в канун собственной свадьбы. «Матушка возьмёт светло, молча принесёт воды». Сегодня, собственно, годовщина на самом деле смерти, но мы все-таки решили сделать акцент не на факте гибели поэта, а все-таки вспомнить о его творчестве, о том, что он привнёс в общую культуру нашего государства, и как он творил, для кого он творил, где он творил. Первое стихотворение Николай Рубцов написал в 10 лет, а первый сборник его стихов «Волны и скалы» появился в 1962 году в самоиздате, журнале непрофессиональной литературы. Вторая книга стихов «Лирика» вышла тремя годами позже, уже официально. За свою жизнь поэт написал огромное количество стихотворений. Многие из них получили вторую жизнь, став песнями. Наталья Григорьева, Мария Лапочева, Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.